Все малыши нуждаются в любви и заботе, и герой нашего видео не исключение. Лаки, милый и очаровательный щенок, которого из печальной ситуации спасла мимо проходящая девушка. Щенка оставили возле заброшенного дома, внутри картонной коробки. Человек, который это сделал, не потрудился даже что-нибудь положить на дно коробки. Состояние Лаки было очень тяжелым, он не мог самостоятельно не стоять, не ходить и постоянно плакал, прося помощи. Девушка даже не сразу поняла, что с этим щенком происходит, он очень странно себя вел. Проходившая мимо девушка, не могла безразлично пойти по своим делам дальше, она была растрогана до глубины представшей перед ней картиной и думала, что теперь ей делать дальше. Бросать крошечного щенка в беде было нельзя, нужно было немедленно действовать. Поэтому она решила отвезти его в ближайшую ветеринарную клинику для полного обследования. По прибытию в клинику щенка полностью осмотрели и взяли все необходимые анализы. Ветеринар, лечивший Лаки, исключил наличие переломов костей. Он подозревал, что у собаки проблема с позвоночником, которая отрицательно повлияла на его вестибулярный аппарат и причиняла ему сильный дискомфорт. Поэтому он решил вести немного анестетика, чтобы дать ему некоторое облегчение. Однако щенок по-прежнему продолжал на что-то жаловаться и плакать. Ему ничего не помогало. Поэтому ветеринар решил сделать рентген для дальнейшего обследования Лаки. Переломов было не обнаружено. Доза анестетиков были увеличены, но, несмотря на это, слезы продолжали течь. Ветеринары уже не знали, что делать, они уже стали предполагать худшее. Но Лаки не зря получил такое имя. Он не сдавался и решил бороться до конца. Путь восстановления был совсем непростым. Порой щенок мог плакать всю ночь. Собака сначала не ела и не вставала, но продолжала бороться из-за всех оставшихся у нее сил. Но постепенно к Лаки начал возвращаться аппетит, и это была настоящая победа, когда он наконец-то нормально поел. Все сотрудники были вне себя от счастья. В течение нескольких недель его позвоночник начал восстанавливаться. Он набрал мышечную массу и начал медленно ходить. Его походка была неуверенной, но он продолжал двигаться шаг за шагом. Это была настоящая победа. Лаки самостоятельно не только стоял на лапах, но и ходил. В настоящее время Лаки – здоровый, активный и жизнерадостный мальчик. Он нашел дом благодаря доброй женщине, которая его нашла. Щенок оказался настоящим весельчаком, он просто не может усидеть на месте. Ему необходимо постоянно двигаться и играть. Он походит на вечный двигатель. Это был нелегкий путь, но благодаря его стойкости и помощи всех сотрудников клиники он по-настоящему начал жить, смог узнать, что такое человеческая любовь и забота, и главное – получил второй шанс. Но самое главное для щенка – это то, что он нашел в новом доме нового друга – кота по имени Марсель. У них получилась настоящая команда, Марсель терпеливые, а Лаки активный, отличная пара. История Лаки служит примером для всех, в том числе и людей. Нельзя никогда сдаваться, и нужно следовать поставленной цели, несмотря ни на что, даже когда кажется, что сил больше нет. Взять собаку из приюта – это благородный и достойный поступок. Ведь вы дарите животному шанс, а все имеют право на жизнь.